Видно, да? Да, видно. Что-то на мне не крутится. Вот есть на клавиатуре стрелочки вверх-вниз, мы с помощью их попробуем. Не получается. И колесиком на мыши тоже не получается? А, все. Существует много моделей холодной трансформации элементов, я уж не буду останавливаться на этом, но наиболее правдоподобную модель холодной трансформации элементов предложил Александр Георгиевич Пархомов. Опять-таки не буду его повторять. Вот. И в дополнение к гипотезе к модели Пархомова я бы хотел остановиться вот на чем. Что для объяснения холодной трансмутации многие исследователи упускают очень важный, я подчеркиваю, экспериментальный пакт. А именно, в окружающем пространстве объективно существует особый вид материи в виде зарядовых кластеров. Про эти кластеры писал Кен Шоудерс, американский физик, еще в середине 90-х годов. Мы, автора работы 6-7, назвали эти образования магнетотороэлектрическими кластерами. На рисунке показана модель атома в ламинарном потоке эфира из работы Евгения Михайловича Шарова. В середине находится ядро атома, внизу вихревая вакуумная воронка, всасывающая вверху, вихревая вакуумная воронка, выбрасывающая. По бокам находится торо, подобная сгущенная оболочка из эфира. Внутри оболочки, между ядром и оболочкой, находятся электроны атома. Если по такой оболочке чем-то сильно ударить, то за счет упругих сил один из вихрей отрывается от ядра, ядро выпадает оттуда, заново начинает делать свою новую оболочку атома. А вот такая оболочка с большой вероятностью может замкнуться сама на себя и создает вихревой солитон. Вот его мы и назвали магнито-тороэлектрический кластер. В названии магнито-тороэлектрический кластер говорится о том, что эта структура обладает магнитными свойствами, электрическими свойствами и является тороподобной. Это модель Владимира Кирилловича Куралеса, город Дубна, частично дополненная дубовиком и мною. И эта модель ничем не хуже модели Бора или Борута. Большинство рассчитанных Владимиром Кирилловичем Куралесом и Личин, я их перечислю, масса протона, постоянная авогатора Джозефс, персоналит Бергопланка, Вина и так далее, электрические магнитные проницаемости, вакуума, радиус Боровской орбиты, диаметр электрона и так далее, и так далее, имеют экспериментальное подтверждение. Вот такая структура, такой солитон, магнито-тороэлектрический солитон, имеет следующие важные свойства. Очень высокая проникающая способность. Наследуются характеристики материнского ядра атома. Каждый кластер содержит около 10 в 11 зародышей электронов и до 10 в 6 зародышей ионов. В основном протонов, это около 10 в 6, и затем ионов, это около 10 в 3 ядер гелия. При взрывном распаковке кластера, это экспериментально установлено, значительная часть электронов имеет кинетическую энергию до 10 кФ. Поэтому такие магнито-тороэлектрические кластеры существуют вокруг нас в очень большом количестве. Кен Шоулдерс оценивал, что в одном кубическом сантиметре запасено этой энергии, как в 10 литрах бензина. В связи с этим проблем в свободных электронах нет. Нет проблем нейтрина-антинейтрина. А при наличии большого количества рождающихся ионов, протонов и ионов гелия, будут идти реакции с капельным слиянием, условно говоря, элемента с протоном и элемента с альфа-частицей или ядром гелия. Более того, по утверждению Владимира Михайловича Дубовика, кластер состоит из фоновых холодных нейтрина. Поэтому можно предположить, что вместе с электронами и ионами из кластера могут рождаться и холодные нейтрины. Поэтому такой магнито-тороэлектрический кластер является самодостаточным для холодной трансмутации элементов. По расчетам Владимира Кирилловича Куралеса, кластер имеет следующие характеристики. Он содержит около 7 на 10 двадцатых элементарных эльцидиполей или квантов эфира или фоновых холодных нейтрина. Сам кластер является вихревой структурой и содержит 7,7 на 10 десятых электронных вихрей. При распаковке кластер превращается в струну и высверливает на поверхности вещества микрократер, диаметр которого прямо пропорционален атомному весу ядра, из которого родился этот кластер. Он рассчитал эту величину, вот здесь указано, как 0,070 до девятого знака. И эта величина совпадает с моими экспериментальными данными 0,078 плюс-минус 5%. Вес такого кластера очень маленький, всего 10 минус 40 килограмма. Экспериментальные факты. Кластеры могут не иметь заряда, но могут быть заряжены со знаком плюс и минус. Коэффициент пропорциональности К, повторяю, 0,078 плюс-минус 5% определялся по возбуждениям следующих атомов. Углерод, азот, кислород, алюминий, хром, железо, медь, бром, серебро, кадмий и свинец. При большой концентрации эти кластеры могут занимать центры люминисценции как электроны и тем самым тушить люминисценцию. Шумы в полупроводниках обусловлены взаимодействием заряженных кластеров с НП-центрами. При взрывной распаковке кластера фиксируется мягкое рентгеновское излучение, световая вспышка, сопровождающаяся возмущением в ультразвуковом и электромагнитном диапазонах. Поэтому кластеры участвуют во всех биологических процессах. Рожденная материя имеет массу около 7 на 10 минус 20 килограмма, а первоначальная масса кластера на 19 порядков меньше, 10 минус 40 килограмма. Потенциальная энергия такого кластера оценивается величиной 3,94 на 10,16 электрон вольт, что очень хорошо совпадает с оценкой немногих исследователей странного излучения, которые пытались оценить энергию по следам, которые оставляют так называемое странное излучение. Экспериментально установлено, что кластеры могут терять энергию веществ не только взрывной распаковкой, но и частями в виде отдельных электронов или ионов. Этим фактом обусловлена холодная трансформация элементов растениями, микроорганизмами, рыбами и млекопитающими. Отдельно хочу остановиться на экспериментах с маломощными 5-милливаттными лазерами. Экспериментально обнаружено, что при длительном облучении растворов или поверхностей твердых мишеней светом маломощного лазера в растворе и на поверхности мишени появляются новые химические элементы. Александр Георгиевич Пархов делает вывод о том, что облучение светом вызывает ядерные трансмутации. Я согласен с этим и дополняю, что холодная трансмутация элементов происходила снова под действием магнет-тороэлектрических кластеров, которые обладают способностью эффективно захватываться световым лучом. Особую роль в процессах холодной трансмутации элементов играет водород. По расчетам Владимира Кирилловича Кувалеса, для того, чтобы из оболочки выпало ядро, а оболочка превратилась в магнет-тороэлектрический кластер, для разрушения атома водорода потребуется 6,6, от 6,6 до 56,5 тысяч, я подчеркну, тысяч раз меньше энергии, чем другим элементом, начиная с лития. А это означает, что главным поставщиком магнета-тороэлектрических кластеров, которые отвечают за холодную трансформацию элементов, являются водород и его изотопы. Выводы. Главным агентом холодной трансформации элементов являются зарядовые по Кену Шолдерсу или по нашему названию магнет-тороэлектрические кластеры, которые формируются атомами вещества. Второе. Эти кластеры представляют собой особую форму материи. Эти структуры уже не эфир, но еще и не барионная материя. Для повышения эффективности холодной трансформации элементов требуется водород. Хотя такая трансформация может идти и без водорода, но она будет, как я уже говорил, на порядке меньше эффективности, чем водород. Эксперименты с холодной трансмутацией элементов, с большой концентрацией магнета-тороэлектрических кластеров смертельно опасны не только для экспериментаторов, но и для окружающих на большом расстоянии от экспериментальной установки по следующим причинам. Эти кластеры могут поражать рыхлые ткани и капилляры. И второе, кластеры обладают большой взрывоопасностью, поэтому требуется, естественно, для того, чтобы проводить исследования в этой области, они должны проходить под контролем и за защитой. На основе описанной модели и экспериментальных факторов я создал прибор для регистрации магнета-тороэлектрических кластеров. С 29 марта этого года он работает в круглосуточном режиме и регистрирует активность кластеров в окружающем пространстве в импульсах в минуту. Существует естественный фон, но на этом фоне регистрируются всплески, связанные с землетрясениями, солнечными вспышками, а также с искусственными источниками. Если есть время, то я могу показать графики, которые я получил. У тебя еще минут пять есть, поэтому ты молодец. Давай, слушай. Тогда график номер один. Значит, измерения проводились 13-го. Ты его не включил, график-то? Как не включил? Он у меня на экране висит. У тебя есть, а у нас его нет. А сейчас тогда сделаю следующее. Выхожу сначала. Да, да, да. Ну, ты мог у себя там переключать, не выходя из демонстрации. Я не смог. Ну, хорошо, давай, помоги. Давай, помоги. Видно, да? Видно, да. График номер один. Измерения проводились... Так, опять. Измерения проводились 13-го апреля. В качестве образца была взята вода с установки Анатолия Ивановича Климова 12-го апреля. Измерения проводились спустя 19 часов. Вот фоновое значение. И вот, когда мы поставили баночку с водой около детектора, появился громадный пик. Затем баночку с водой убрали, опять все упало. Затем снова поставили, ну и так далее, три раза. Количество кластеров уменьшается по двум причинам. Первое – это естественный выход кластеров из баночки в сторону, где меньше концентрации. Второе – детектор работает путем убивания этих кластеров, поэтому в баночке концентрация уменьшается. Второе – график. Измерение, значит, 22-го апреля. Спустя 27 часов после солнечной вспышки на Солнце. Их было две в 12-20, 21-го и в 14-30. Мы видим два пика. Вот этот интересный график. Этот график снимался 23-го и 24-го апреля в день, во время Пасхи. Значит, включение детектора было 15-00, 23-го апреля. И, ну, не выключение, а конец наблюдений в 10 часов 24-го апреля. Здесь видно большой-большой нарастающий пик, который максимум умеет в ноль часов между 23-м и 24-м апреля. Следующий график – это график солнечной вспышки очередной. А, это график землетрясения в Индонезии. Прошу прощения. Следующий график. А вот этот график – это 30-го мая, 30-го апреля и 1-го мая 22-го года была сильнейшая солнечная вспышка, которая длилась почти сутки. И вот отклик детектора. Он тоже продолжался сутки спустя 27 часов. На этом графике опять проба воды с установки Анатолия Ивановича Климова. Но уже спустя 6 часов маленькой баночки привез я ее. Вот фон поставили, вот пик и вот спад до нулевого значения, ну, до фонового значения. Еще это землетрясение в Перу. Два землетрясения в Перу. 7,2 балла и 5,4 балла. Ну и последний график, который я привожу, 27-го мая. Но я его не смог, солнечных вспышек не было, но идентифицировать я его не смог. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Львович. Уложился, молодец. Быстро. Спасибо.